Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Спасибо большое за представление. И разрешите с вами рассмотреть сегодня вопросы о биоаналогах. Я думаю, что эта тема для вас знакома. Я попробую ее рассмотреть с точки зрения фармакологии и немножко коснемся фармакоэкономики. Хорошо известно, что биоаналоги называются фармакологические препараты, которые продуцируются, образуются биологическими источниками, то есть живыми клетками. И биологические аналоги могут быть разными по размеру. Всем хорошо известно, давно инсулин. Дальше появились более крупные белки, различные эритропоэтины, констимулирующие факторы. И, наконец, самые последние – это моноклональные антитела. Это самые большие из известных биоаналогов. Но это не значит, что если мы привыкли к инсулинам, то моноклональные антитела, они могут представлять какие-то в этом плане большие сложности. Коротко скажем, что для получения биологических препаратов требуется хорошо знать молекулярную биологию и пройти все этапы от получения специального гена, затем внедрение его в клетку-продуцент, селекцию клона и наработку специфического белка, затем его очистку и приготовление биологического препарата. Для наработки используются различные клетки и чаще всего клетки яичника китайского хомячка, которые казались наиболее удобными для внедрения, для трансфекции и создания специфических моноклональных антител, которые обладают малой токсичностью и большой специфичностью в действии. Механизм действия в онкологии моноклональных антител обусловлен таргетностью и возможностью подавлять либо рост непосредственно опухолевых клеток, либо ингибировать ангиогенез, тем самым подавляя сами клетки. Механизм могут в связи с этим также разные, мы известны, ретоксимаб, который ингибирует рост опухолевых клеток крови различными антител специфическими механизмами и тростозумаб, который ингибирует рост опухолевых клеток непосредственно солидно, рак молочной железы, например, и бивоцизумаб, который действует на рост сосудов, и поэтому его действие более обширно, он может подавлять рост многих опухолей. Последние годы, ввиду того, что кончаются патенты на ряд оригинальных моноклональных антител, все более расширяется внедрение в практику биоаналогов данных антител. Мы видим этот тренд, этот рост, я думаю, что он будет увеличиваться. В связи с появлением биоаналогов, многие страны, естественно, разрабатывают свои регулирующие документы для того, чтобы не было сомнений у потребителей, у врачей, насколько эти аналоги эффективны и безопасны. Одни из последних, это данные Европейского Союза, есть Китай, есть последние годы, здесь представлены и данные FDA. Чем отличается разработка оригинальных препаратов от биоаналогов? Тут имеются различия, которые как раз приводят к тому, что биоаналоги можно создавать быстрее и эффективнее внедрять, поскольку нужно доказать первично физико-химическое сходство и затем провести необходимые клинические испытания в нужном объеме, который мы скажем последнее. Значит, для разработки оригинального препарата биоаналога существует отличие, и в том числе то, что нет необходимости для биоаналога – это второй фазы клинической испытаний, и нет необходимости разработки специальной, что, в принципе, удешевляет, конечно, и ускоряет разработку. Ну, мы говорили, что все этапы, они известны, хорошо описаны, и нужно сказать, что в нашей России удалось вот создать фирму «Биокат», которая сумела организовать все производство и клинические испытания отечественных препаратов. Как им это удалось? Им это удалось благодаря тому, что, во-первых, имеется очень высокий научный потенциал в России, в области министеральной биологии, а также то, что организаторы этой фирмы смогли перенять опыт у ведущих фирм, приобрести необходимое оборудование и провести соответствующие испытания, которые включают сейчас эту первичную структуру белка, определение более специфичной структуры белка, а это, как в общем говорится, гелькозилирование, дальше определить примеси, структуру третичную, четвертичную белка и провести картирование. Для контроля биологической активности имеется необходимость определения связи с рецептором на клетках цитотоксичность и различной передачи сигналов. Ну, имеется также различие при задаче клинических испытаний. Все они проводятся, когда внедряется биоаналог, это доказательство специфической фармологической активности и доказательство безопасности. В основном она включает оценку иммуногенности, то есть возникновение антител на используемые моноклинальные антителы. Могу сразу сказать, что все создаваемые отечественные аналоги, они ничем не уступают по физико-генемическим свойствам и по ответам по сравнению с препаратами-оригинаторами. Для сравнения используются современные высокотехнологические методы. Прежде всего, это анализ физико-химических взаимодействий антиген-антитела, где происходит истинное доказательство, что препарат биоаналог, он имеет ту же специфичность и связывание с рецептором или с антигеном, как и препарат-оригинатор. Вот в качестве примера эффект на клетках для бевоцизумаба, когда смотрится ответ на фактор роста сосудов. Мы видим, добавление моноклонального тетела приводит в определенной концентрации к снижению роста, к снижению ангиогенеза, к подавлению. И это снижение как для оригинального препарата, так и для препарата биоаналога идентично. Вы это можете собой наблюдать. Если я вас прошу, существует ли разница между физикимическими и клиническими данными, то мы можем сказать, что проще всего доказать, естественно, на молекулах, потому что на людях доказать сложнее, потому что люди отвечаются. Тем не менее, в рамках допустимых вариабельностей третья фаза клинических испытаний позволила точно доказать, что биоаналоги, выпускаемые фирмой Биокат, и препараты сравнения оказались собой полностью идентичными в рамках статистических разбросов. Тем не менее, у некоторых, так сказать, оппонентов бывают вопросы, насколько идентичны биоаналоги, и повторяются ли они даже у фирмы-производителя от серии к серии. Потому что клетки – это живые структуры, их жизнь, естественно, зависит от всего, в том числе и от того, какой сегодня день, какое время года, какие условия магнитного поля, есть ли солнечная какая-то активность. Все это проявляется, мы это сами чувствуем на себе. И также чувствуют это клетки. Это может проявляться, вот в данном случае смотрели активность у препарата оригинатора, и мы видим небольшой разброс в рамках допустимого. Люди отличаются еще больше, чем препараты от серии к серии. Поэтому нужно хорошо понимать и не бояться, если биоаналог отличается на 5-10% по каким-то своим свойствам от препарата оригинатора. Сам препарат оригинатора от серии к серии также изменяется примерно на те же величины. При изучении терапевтических эффектов смотрят специальные установленные параметры, общеизвестные, это общая частота ответов, как наиболее приемлемая, но также смотрится и общая выживаемость, и выживаемость без прогрессирования. Причем нужно сказать, что вот не только наша страна, но и ведущие страны в области медицины также последние годы все шире используют биоаналоги, поскольку это требования времени. Мы видим, вот как растет их внедрение. Вот последние годы в разных странах по-разному, но тенденция, она очевидна. Итак, хотелось бы особенно подчеркнуть вот результаты клинических исследований для трех первых отечественных биоаналогов, ретуксимаба, видим общая частота ответов, биоцизумаба в сравнении с оригинатором и тростозумабов. В некоторых случаях она даже идентична, в некоторых случаях она может отличаться на несколько процентов. И ни в одном из исследований значимой разницы профилей безопасности и иммуногенности в сравнении с оригинальным препаратом не было. Нужно сказать, что фирма Биокат в этом плане произвела у нас в стране, я не боюсь слова, революцию. Причем революция, она заключается не только вот в создании этих трех препаратов. Я сам побывал на фирме и могу вам доложить, что это только начало. Фирма обладает очень высоким научным потенциалом. Только в отделе вычислительной биологии, который создает с помощью компьютерной технологии новые молекулы, работают более 40 человек, которые закончили разные отечественные университеты. В чем это выражается? Мы знаем, что тростозумаб, он не всегда эффективен, потому что существуют мутации. И ученые Биоката для каждого типа рецепторов уже разрабатывают новые молекулы тростозумаба. Что касается и других молекул, они также создают и новые препараты. При этом они выполняют все международные требования, регистрационные исследования, и они проходят в рамках всех международных требований. Таким образом, по этой части можно сделать следующие выводы, что физико-химические и клинические исследования третьей фазы испытаний с участием больных с раком младшей железы и раком лёгкого убедительно доказали терапевтическую эквивалентность биолога тростозумаба и биолога пивоцезумаба, производимые компанией Биокат с оригинальным препаратом. Дедрение этих препаратов в клиническую практику повышает доступность современной противобуктной терапии для пациентов с самым распространённым в России злокачественным образованием и снижает затраты на эффективное лечение. Вот это очень хочется подчеркнуть, и мы сейчас переходим к фармоэкономической части сообщения о том, что вообще моноклональные эти тела, как вы видели, это наукоёмкая, сложное, серьёзное производство. И сама по себе себестоимость этого производства достаточно высока. Поэтому, к сожалению, ни в одной стране нет стопроцентной доступности к этим высокотехнологичным препаратам. Вот пример. Видите, в частности, для ретоксимаба, данной 2013 года, в России только 31%. Поэтому, естественно, я думаю, нужно очень приветствовать появление отечественных препаратов. Эффективность доказана ретоксимаба. Вот это растёт при его применении безрецидивная выживаемость больных и снижается смертность. Поэтому мы не только экономим средства, но и повышаем качество жизни больных и возможность их получить высокоэффективную, жизненно необходимую лекарственную терапию. Из тех данных, так сказать, в финансах, мы видите, что в 2015 году внедрение отечественного препарата ретоксимаба Ацелбия позволило сэкономить свыше 4 миллионов рублей. И более 10 тысяч пациентов перешли на использование российского бианалога ретоксимаба. Выход нового бианалога тростузумаба позволил дополнительно обеспечить до 1300 пациентов в рамках текущего бюджета. То есть небольшая даже экономия на 15% позволяет достичь таких результатов. Вот ещё одни цифры, которые говорят, что выход бианалогов уменьшает цену, но увеличивает количество пациентов, в данном случае на 3000 пациентов, что характерно для нового, очень перспективного препарата Бевоцезумаба, который имеет гораздо обширную более показания. Это и рак молодой железы, и колоректальный рак, рак почек, глиобластома и другие. Я думаю, что его применение будет всё время расширяться. Какое же можно сделать заключение? Бианалоги – это современная тенденция развития мирового фармацевтического рынка. Их использование не только экономия средств, но и возможность расширенного доступа к высоэффективной жизненно необходимой лекарственной терапии. Они позволяют сократить затраты на лекарственную терапию и увеличить число пациентов, получающих необходимую полноценную терапию в рамках неизмененного бюджета. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны поблагодарить компанию «Биогад», организаторов этой компании, которые вселяют надежду, что не только появились первые бианалоги, но и будут новые, оригинальные препараты, которые могут использовать, применяться для персонализированной, истинно персонализированной терапии в зависимости от типа рецепторов на клетках опухоли. А также получать новые антитела моноклональные для лечения новых видов раков, которые еще не существуют в мире. В частности, уже имеются, как мне показывали, препараты для лечения меланомы. Это в ближайшие годы. Я думаю, все мы должны способствовать, сотрудничать с этой фирмой, поскольку это, во-первых, отечественная, во-вторых, это, я надеюсь, и мировая, они уже вышли на международные рынки. Но, думаю, их перспективы очень большие. Именно, как мне кажется, благодаря научному подходу созданию новых образовательных программ именно в Санкт-Петербурге, которые, вот, подключение новой молодежи, которые прошли специальную стажировку за рубежом и имеют свой богатый математические такие способности, которые, вот, для вашего города, для Санкт-Петербурга, они характерны. Так что большое вам спасибо, и я надеюсь, что мое сообщение будет, поможет вам более широко использовать препараты фирмы «Биокат» как нашей революционной, инновационной компанией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!